Коля Соболев идет ведущим на Пусть Говорят. Я подумал, а почему бы и нет? Поэтому давайте-ка охладите свои пуканчики. Честно говоря, проклинаю некоторых блогеров и музыкантов. Мы без приключений не можем. Я нашел это. Что ты такое? У нас возникла мысль взять и купить ему советскую классику. Коля Соболев, Коля Соболев. Ну пиздец, конечно. Я просто в Питере. Ребят, я утром проснулся, прыгнул за Насапсан, приехал сюда ради одного, чтобы сейчас снять абсолютно необычный видос для меня, который не знаю, как зайдет, но, как говорится, надо делать эксперименты на канале. Сейчас сюда с минуты на минуту зайдет человек, у которого я буду брать первое в своей жизни интервью. Заходи, родной, не стесняйся. Ребят, у нас сегодня Коля Соболев. Всем привет! Меня зовут Николай Соболев. Дима, красавчик, ставьте ему лайк, потому что этот пацан приехал сюда ради меня. Ну, многие готовы были бы, но у тебя получилось. Ты здесь, давай присядем, запишем. Каменная стена здесь, я чувствую себя уверенно, как дома. Дима, ты чувствуешь себя уверенно, скажи, пожалуйста. По лицу нет. Сейчас нет. Я волнуюсь, чувак, понимаешь, это первое в моей жизни интервью. Естественно, у меня немножко все жим-жим происходит. Но, кстати, когда он зашел, я думал, что он сейчас пиздить начнет, потому что он такой, типа, как у вас хера вы? Вы у меня дома, в моей студии. Какая была интрига вообще, что зайду именно я, учитывая, что на превьюшке мое лицо стоило? Удивительная интрига, друзья даже не подозревали, наверное. Они такие, господи, почему Коля Соболев видел про Коля Соболева? Слушай, реально, вот была бы на превьюшке моя физиономия, зашел бы Гурам просто. И все интервью с Гурамом, без объяснения просто абсолютно. Просто вот Гурам дает интервью. А у тебя есть телефон Гурам? Это лучше кликбейт, я считаю. Быстренько позвоню, мы нормальный выпуск делаем. А-а-а. У меня сегодня первое интервью. Не знаю, как его начинать, не знаю, как это делается. Не хочу красть хлеб у Юры. Но украду кусочек, вот маленький совсем. Пару вопросик у тебя есть, потому что, ну, на данный момент, ты один из самых интересных персонажей на Ютубе. И я думаю, вот эти вопросы, которые сегодня задам, будут интересны многим. Мне нравится, как-то начал эту беседу, Дима. Сразу же расположил к себе, в общем-то. Спасибо за то, что пришел и похвалил меня. А, спасибо, все, ребят, спасибо, что посмотрели. На этом можно в принципе заканчивать, да. В принципе, у нас хватило денег только на этот маленький кусочек. Вот знаете, друзья, вот потом не спрашивайте меня, почему я такой самовлюбленный, там, эгоцентричный? Просто все из-за таких людей, как ты, Дима. Все из-за жиполизов, да? Ну, я не... Это, пожалуйста, не вырезайте. Мы с тобой, друзья, это... Да, это другое. Давай так, смотри, начнем с того нового увлечения. Но я не знаю, насколько он новое, ты сейчас нам об этом расскажешь. Какого хрена ты лезешь в музыку? Вот, ну, серьезно. Ну, вот новости, новости, утверждает, что ты поддерживаешь формат свой, значит, и так далее. И тут хренах, и значит, один за другим, один за другим. Музыкальные этюды, что это такое? Зачем это? Почему? Куда? Это не я лезу в музыку, эта музыка лезет в меня. Почему уже достаточно давно? Ну, я, понимаешь, это то, что я очень люблю. Это то, что я очень люблю с 7 лет, с тех самых пор, когда моим кумиром был замечательный Николай Басков, понимаешь? Я лежал в деревне на крыше и слушал прекрасные песни. Это то, что меня вдохновляло всю мою жизнь. Коль, скажи, пожалуйста, ну, вот ты, получается, с 7 лет в музыке. Да. У меня все образование есть. Нет, у меня образование нет, я самоучка, но я такой плотный самоучка. Плотный, плотный самоучка. То есть, я выступал в кабаре, вот сейчас начнутся все, что я рассказывал. Инсайды пошел. Я на этом зарабатывал. Многие рэперы не могут заработать на этом, а я зарабатываю. Поэтому давайте-ка охладите свои пуканчики. Вообще, я уже обсуждал с тобой как-то эту тему, рассказывал тебе, что вообще, в принципе, ну, нет такого понятия, что человек куда-то лезет. У нас, в общем-то, демократическое государство, у нас свобода слова, как мы все знаем. И у нас каждый может заниматься тем, что душе угодно. И когда кто-то предъявляет кому-то другому, что кто-то занимается не своим делом, вот хочется задать вопрос, а откуда вы знаете, вот какое мое дело? Может быть, YouTube не мое дело, может быть, я прирожденный музыкант, мне нужно еще раскрыть себя. Может быть, Дима Масленников прирожденный музыкант, и ему нужно себя раскрыть. Дима, давай скорей. Это пиздеж. Вот, поэтому я никогда никого не слушал и слушать не собираюсь. Если кто-то там будет мне говорить, что это не мое, слава богу, сейчас такого нет, после запуска последнего клипа. Сейчас, в общем, какое-то единодушие у всех, касательно того, что вышло. Да нет, не у всех. Давай вот объективно посмотришь. Да, Соколовский действительно не похвалил. И Лилики тоже был. Да, да, да. Есть блогеры. Это не только у блогеров, понимаешь, что это мнение некоторое сформировалось. Давай вот всей этой аудитории, которая негатив сейчас шлет по поводу последний диз, да, трек. Слушай, ну если зайдешь в комментарии, я сейчас как бы типа не обманываю, я частенько занимаюсь тем, что читаю комментарии под своими работами, там под видеороликами, под клипами. Ну, там прям надо постараться, чтобы найти негатив. Нет, это понятно. Вопрос вот в чем. Есть такой профессионал. Многие утверждают, что в припеве у тебя на этом треке жесткий-жесткий автотюн. Я, честно говоря, не могу сесть. Я не музыкант, чтобы я так сел такой «А! Автотюн!» Нету такого у меня дарования, но многие говорят, что очень оттюнен. Ну, ты так нас за пальцами верь. Поверь, вот у тех людей, которые это говорят, тоже таких дарований нет даже близко. Нет эффектов на голосе. Там есть прописанные даблы, автотюну там, блядь, и мы не пахнем. То есть я чисто не понимаю, откуда это люди берут. Но когда я смотрел реакции людей на этот клип, там некоторые писали, что-то вообще пою не я. Некоторые писали, что это любой голос. Некоторые писали, что там, ну, много чего писали, короче говоря. У нас всегда много чего пишут. И обычно из того, что пишут, там 99% это какая-то абсолютная чепуха. В том числе и про автотюн, естественно. Но автотюн был в предыдущей нашей работе, которая называлась «Дисне дружко». Какой момент? Да на припеве, в общем-то он был. Но опять же, он был там для того, чтобы это стилистически звучало более современно. Но никак не для того, чтобы вытянуть какие-то ноты. Честно говоря, проклинаю некоторых блогеров и музыкантов, которые используют автотюн для того, чтобы почистить свой голос. И после этого у людей складывается стереотип, что автотюн используется всегда для того, чтобы просто ты получше звучал в плане вокала. Да нет, Kanye West использует там, не знаю, свои песни «Вулфс», к примеру, автотюн на протяжении ста процентов всей песни. Но он же это делает не для того, чтобы ноты себе подправить, а для того, чтобы это звучало круче. Вот, например, есть клеплистский интроверт, и там есть так, лишь одно место, в котором автотюн используется. И вот именно это место звучит хорошо. То есть, если бы она автотюн использовала в многих других местах стилистически, то это было бы гораздо более сочно по звучанию. У Ларина в последнем клипе 30 лет есть автотюн в одном месте. Ну, он звучит странно там, странновато, но все равно в принципе сносно. Опять же, он там используется не для того, чтобы сделать чище ноту, а для того, чтобы это звучало более современно. Потому что автотюн сейчас используют на западе, ну, не знаю, нельзя назвать рэпера, который его никогда не использовал. Че далеко хотите? Тут недавно бабанул трек Марку. Фата Марганова. Почему ему никто не предъявляет, что он использует автотюн? Это полнейший бред, но предъявлять за автотюн, когда его нет, это еще больше бред. То есть, была некая критика. Отвечаешь, нету автотюна. Блять, естественно, нет. Я смогу сняться для влогового канала лайв-версию. этого трека. Да, ты сможешь. вообще не проблема. То есть, если бы я петь не умел, я бы, наверное, и побоялся бы что-то подобное говорить. Но в интернете вы можете найти огромное количество лайв-записей, где я пою и просто сделать свой вывод самим, нужен ли мне автотюн или нет. Гришка, тебе холодно? Мне холодно. Хорошо. Реально, мы без приключений не можем. Я просто проверял почту и наткнулся на сообщение трехмесячной дамы, не зная, как я его пропустил. Но в этом сообщении ничего не было, кроме надписи. мы спрятали предмет для госбастера в этом месте. И две фотки. Одна это кадр из моего выпуска госбастер в усадьбе Покровская стрешня, а второе это вот этот предмет в каком-то пакете в месте, где ребята его спрятали. Средов-то просто обосраться. И ты говоришь мне не беспокоиться по поводу этих собачек? Вы знаете, все было бы зашибись, но есть один небольшой факт. То, что за эти три месяца эту усадьбу начали восстанавливать. Заделали все залазы внутрь, поставили отград. Помнишь, на съемках заходили здесь? Да, мы здесь поднимали. И я, честно говоря, не представляю, как мы проникли вон сейчас. Лишь ее консервируют сейчас для отделки внутри, чтобы никто не ходил. Надо искать место, где мы пролезем. Здесь никак вообще. Что там? Собаки, собаки. Собаки? Давай, держи. Высник, посмотри, есть ли вход. Я пойду с другой стороны. Ура, мутmind. Собаки. 승аря, безусок, бандги. Собаки. Шу-русник. Федро. Он уже достал. Пришел и сказал, Диман, давай купим мустанг. В общем, ребята, мне кажется, что сейчас многие из вас подумали, что сейчас будет видео, посвященное мустангу. Интервью, стиль съемки, все то же самое. И это не просто так. Дело в том, что та история, которую я вам сейчас расскажу, напрямую связана с этим проектом. Показать все, что скрыто. Белый медведь дожирает морского котика. Это жигуар. В общем, Гришка, не просто так я тебя еще позвал. Хочу я с тобой серьезно поговорить. Вообще, я даже место не случайно выбрал. Я ему на звоню говорю, чувак, сейчас давай выйдем, поговорим с тобой в мустанге. Он такой, что вообще, почему именно там? Ты можешь ее, пожалуйста? Даник, у тебя явные проблемы. Чувак, ну она не закручивается. Гриш, искренне тебя благодарен за то, что ты помог мне осуществить вот эту мечту. Да, она у нас сейчас по жопе идет, но все равно я искренне счастлив, что у меня есть эта машина. Тебе за это огромный респект. Ты меня в первую очередь сподвиг на это. Когда услышал, что у меня была мечта мустанги, чувак, давай купим. Я такой, что мустанг покупаете? В нашей команде есть Гриша. Вы его прекрасно знаете, он оператор, но по чесноку он делает намного больше. За что действительно ему хочется сказать спасибо, это проект с мустангом. Потому что только благодаря этому человеку я реализовал свою детскую мечту. помни, пришел и сказал, Диман, давай купим мустанг. Я до этого момента вообще не задумывался об этом. Он это сказал, мы это сделали и получилось просто И у меня возникает вопрос. Есть ли у тебя какая-то мечта? Ну так, если знаешь, с детства я... Отец привил мне любовь к автомобилю. Я с ним с детства ковырялся в советской классике, знаешь, вот на то время. Он у меня участвовал в гонках, вот эти все призы. Я так смотрел на него. На самом деле, сам бы очень сильно хотел попробовать. У тебя мечта заниматься именно вождением. Более на профессиональном уровне. Именно, да. Знаешь, профессиональным вождением это очень симпатизирует. Именно так модно сейчас дрифт там. Плюс еще знаешь, типа зима там, русские жиги, всякое такое. Это очень, не знаю, ну это дешево, во-первых. А во-вторых, это очень интересно и плюс позволяет реально профессиональный скилл тачим. Но почему-то, я не знаю, не то что почему-то, просто то время, тут деньги. Поэтому как бы не получалось, наверное. Этот человек для нас очень много делает и в какой-то момент мы просто задумались, а что мы можем сделать для него. Гриша для нас реально делает очень много. И вот мы всей командой хотим ему в чем-то помочь. У него есть мечта. Глобальная. Он хочет профессионально заниматься машинами. Но он сейчас не знает с чего начать, он не знает, как к этому подойти. И вот в этом как раз мы хотим ему помочь. Все мне не дают соврать, вот дня не проходят, чтобы он не говорил про дрифт. Серьезно. Он уже достал. Не на чем ему этим заниматься. Мустанг не едет, а это единственная заднеприводная машина. И вот у нас возникла мысль взять и купить ему советскую классику. Вот про сам клип. Почему? Вот я не понимаю. Я вот сижу, смотрю клипы сейчас блогеров, которые выпускают постоянно. Почему это диссы? Ну почему? Ты собрал там всех блогеров. И то не всех. Вот я тебе напомню про одного, которого ты не использовал, с кем у тебя были конфликты в последнее время. Зачем? Зачем ты это сделал? Слушай, на самом деле, инсайт для твоего канала, этот трек был записан в феврале. Этот трек существует с февраля 2017 года. И изначально, что это был в феврале, это год назад был. Это был год назад. Вот сейчас вот ровно год, как этот трек записан. Но изначально он был совершенно в другом виде. Изначально это был тоже дисс, но еще в то время, когда диссы еще не так сильно надоели абсолютно всем. Но это был дисс на определенного персонажа. Давай догадаешься, на кого был этот дисс из списка всех тех, кто в итоге был финальный верс. Давай, давай я попробую. Значит, его имя начинается на А, заканчивается на фоне ТВ. Да. Я попал. Вопрос такой, смотри, понятно, там какие-то конфликты у тебя были. Конфликт с ликеем, но он настолько смешной был, вообще его не был. Ты его вставил, а вот, допустим, конфликт с ресторатором. Да мы не успели просто. Да закрой, ебаль. Давай, Соборев. Завали, пожалуйста, ебальник. Тут не пусть говорят. Как бы, в чем дело, это было не так давно. Это не та фраза, это фраза из другого. Это просто он тебе крикнул. А тут ты-то его обвинил, что батлы скатились. Оксимирон действительно оказался прав. Ты засрал то, что со мной воздвиг. И лучше я десять раз посмотрю батл Панина и Поперечного на батл-площадке Дмитрия Ларина, чем буду смотреть вот такой вот версус, вот с такими вот зрителями. Да, да, да. Слушай, ну мы бы вставили, но не успели просто. А, наверное, вставили. А весь этот диск как раз таки и был написан, записан в новой версии в то время, когда был конфликт с ликеем. И тогда это было свеженько. Мы бахнули туда эту строчку. Но, вот ты спрашиваешь, на хрена это было нужно? А что, я в диске как-то жестко унизил ликея или что? Он что после этого невероятно сильно расстроился, его карьера пошла на спад. То есть, я его фактически не задел. Я его пиарнул. Я его, да, я его пропиариваю, я вообще не понимаю, почему кто-то, ну, вот Ларин, смотрел как-то недавнего видоса, он говорит, Коля Соболев там вставляет меня в свои ролики. Да ты благодари, Коля Соболева, что он вставляет тебя в свои ролики. Ну, серьезно, Дим, ну это же повышает твою упоминаемость. Тебе что, глаз жгет, что ли, что ты видишь свою физиономию в моих видео? Ну, какого черта, что за предъявы? Я за этим вообще не слежу. Коля меня вставлял три раза, мне все подписчики скинули. Да, и после этих трех раз, как раз таки, карьера Дима Масленикова пошла. И вот я здесь. И вот он и здесь, в общем-то. Поэтому, я не понимаю, в чем проблема. То есть, почему Ликей обиделся? Я посмотрел его обзор на мой диск, и он там прямо, ну, видно, что прям разбирает от этого негодования. Он нашел какой-то трек, какие-то глупые намеки-неуместный троллинг на тему того, что я якобы спиздил у кого-то звучание и там ноты. Ну, не знаю. Это полный бред, конечно. Последний шанс. Последний бой. Просто круто. Коля, офигенный трек. Жалко, что он Ти Пейна и Лил Уэйна. И называется он Бэнк Бэнк Пау Пау. Я вообще бы забил бы хер. Почему вот ты не покажешь пример какой-то и не сделаешь трек, отреченный от Ютуба вообще? Вот что за дела? Почему? Я вот, я жду, когда блогеры начнут делать треки, никак не связанные с Ютубом. И они были. Они были там. Не достоин жизни. Ну, не достоин жизни. Я не достоин жизни. У Джарахова блокер на такой вот это. Ну, около блогерской. Да, на самом деле, причина-то проста. Но почему все делали диссы на других блогеров? Потому что это всегда заходит. Ну, то есть, тут надо не меня спрашивать, почему, и не блогеров спрашивать, почему блогеры диссы записывают, а скорее аудиторию спросите, вот почему вам это все интересно. Так, что значит, вопрос не в творчестве. Да, конечно, и в творчестве тоже. Но идет сочетание творчества и, естественно, какая-то некая погоня за рейтингами, которая существует в карьере абсолютно любого блогера. Естественно, когда только идет старт вот этой музыкальной карьеры, хочется, чтобы максимальное количество людей услышало твоё произведение и посмотрело то, на что ты способен. А для того, чтобы это вышло на реально широкую аудиторию, желательно, чтобы это был какой-нибудь дисс, и то, что людям действительно интересна какая-то интересная тема. Ну, все так негодуют из-за этих диссов. То есть, вот у меня диссонанс в голове. Читаешь комментарии, там все пишут, как же достали эти диссы. И в итоге дисс выходит, и его все смотрят, и он всем нравится. В чем ваша проблема, ребят? Вы определитесь серьезно. Потому что, если вам что-то действительно не нравится, то не смотрите это. А если вы это смотрите, то не удивляйтесь, почему это выходит, выходит на каналах разных блогеров. Это был последний дисс? Ну, конечно. То есть, он зашел, мы реализовали эту идею, и дальше уже, я думаю... Дальше будет совершенно другое. Ну, даже не по той причине, что меня все загнобили, и там сказали, что да хватит этих диссов. В принципе, я вот еще раз повторю эту фразу, но нельзя ни в коем случае, когда ты строишь свою карьеру и занимаешься своим делом, слушать всех подряд вокруг, что кто говорит, что тебе лучше делать. Нет. Причина не в том, что всем так не нравятся диссы, и все от них устали. Причина в том, что мне есть что сказать на другие темы, гораздо более глобальные. Не слушайте мнения других. Мне кажется, вот не знаю, как это было, но мне кажется, вот скриптонита вначале... Вот за его стилистику, когда я говорю, рэперы очень жестко набит. Ладно, закроем вопрос музыки, перейдем дальше. Несколько быстрых вопросов тебе задам. А лучший российский музыкант? Дорн, наверное. Дорн? Дорн. Ну, музыкант или рэпер? Просто Дорн действительно... Нет, вот именно музыкант. Привет. Ну, мне очень нравится творчество Дорна и то, что он экспериментирует с жанрами. И экспериментирует не только с жанрами. Его личность... Ну, достаточно посмотреть его интервью. Ну, я так сходу не могу назвать, но безусловно Оксимирон, что я могу сказать. Но Оксимирон гений. Ну, из рэперов Оксимирон. Скриптонит, мне нравится Скриптонит. Ну, два последних альбома, и он мне вообще не зашли. Топ-3 проектов на российском методе. Юрий Дути. Так. Забавно было, что я назвал Юрий Дути сразу после того, как ты скопировал его в подачу. Ну, Амиран, да, он крут. В любом случае. Хоть делают очень много противоречивых вещей, я иногда не понимаю. То есть, часто в видео говорит, ну, у меня все дизлайкают, но потом делает очевидную вещь, за которую его абсолютно предсказуемо дизлайкают. То есть, мне кажется, он уже вошел во вкус просто. Ему же нравится. А, дизлайки, да! Да, то есть, я не понимаю немножечко. Ну, Амиран, да, он молодец, он красавец. Третий. Я могу за последний год отметить однозначно Дудя, однозначно сатира, однозначно сатира, однозначно утопия шоу. Дайан Топ-3 мне нравится очень. А США или Россия? Странный вопрос. Ну, в чем США, в чем-то Россия. Есть в разных странах свои плюсы и минусы. Я... Главный плюс США и главный плюс России. Да много очень плюсов и США. Главный плюс России в том, что мне нравится здесь жить. Хотя у меня было огромное количество вопросов возможности свалить в США. Я остался в России, потому что по многим причинам мне здесь нравится. Главный плюс США это судебно-правовая система работающая. Вот главный плюс США. Блин, собака заваяла. Вот у тебя охрана вышла. Так, парни, давайте так. Смотрите, единственное место, куда этот чувак подошел, это было слева от лестницы. Это единственное место, которое он проверил. Давайте так. Сейчас есть на месте проход. Вы идете туда, смотрите, а я пойду на стрёме, посмотрю, что вы где и где они вообще. Давайте бегом. Вставай. Вставай, 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 вставай. Вставай, 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 вставай. Вставай. Так, давайте это... Сейчас свет не врубайте, дойдем до второго, хорошо? Нет, ребята, тупая идея. Нужен фонарик. Я ни хера не вижу. Я тоже не вижу. Потому что ты к этому. Давайте сейчас успокоимся. Быстро по этажам пройдем. Найдем эту херню и свадьбу. Это получается какая-то, я говорю, дверь выломанная. В стене либо окошечко какое-то выломанное. И они внутрь эту херню положили. Такие вынали. То есть мы ищем нечто в пакетике. Стены осматривайте. Давай, чувак, ты сюда, я туда. Если она что-то будет, то тимаак. Добавляйте. Тима, чтоб куда ты нас привел. Прости, блядь. что первый раз живете в сталкеры прикалывается каштек серый ключ а здесь стены как изнутри деревянные все равно кирпичку можно сидеть не буду осталось привет друзья парни я нашел эту херню это даже не истина была бы объективно я бы помог гриш просто я вот так с отдыха вернулся где мы найдем вот оставшиеся сколько нам денег то надо дойти подожди чтобы тебя то видели да ребят я в той же кофте что и своем инстаграме всегда вернешь я сейчас отснял несколько серий мустанга там у меня денег вообще баб их вообще ты чё думаешь мне тоже некий некое подобие было отпуска и так что забудьте про мои деньги еще до отпуска не было допуска его обокрали он лежал в больнице черепно-мозговое такое подобие отпуска на что ты предлагаешь смотри жига стоит в более-менее каком-то адекватном состоянии которым с которым можно работать прям 50 тыс у нас сейчас бабла нету единственный вариант который я вижу сейчас блогеры все выполняют челлендж от авито у нас реально вот здесь студии у тебя дома у тебя у меня огромная куча реально ненужных вещей которым ты тут сто процентов мы их все собираем и продаем кровать я не отдам понятное дело ну вот мы продадим ненужные вещи и соответственно реализуем мечту другу тогда базар ну все давайте искать вот вертолет это во первых мой подарок на день рождения так что давай продаем я знаю что мы можем продать малышка опа вот этот объект я готов продать ради своего друга это машин который мне помогает снимать госбастер вы ее видели в первом выпуске иностранного сезона отель перенгария мы с пацанами эту идею долго обсуждали сейчас очень много денег уходит на мустанг и на съемки госбастер и так далее и свободных средств чисто физически у нас не было чтобы пойти взять купить машину она как минимум стоит 50 60 тысяч в любом случае это тоже деньги именно в этот момент мы наткнулись пацанами на одну интересную тему сейчас авито проводит глобальный челлендж для блогеров и вот мы в нем решили часто настало время показать все что скрыто а вау а что показывает смотри что продать она как будто сгорела да если бы она сгорела лучше бы она сгорела нужно было быстро сработать в общем у меня есть такого charger эти уши достаточно недавно купил но я только не использовал для запись музыкальных творений самокат электрический и gopro мне кажется достаточно и соньку слушай он очень глубоко ледит реально чувак ты я в руку суть в том что абсолютно у всех дома есть какие-то ненужные вещи и их можно продать и получить живые часики о которых очень часто спрашивали в блоге чуваки первая моя картина мы решили с пацанами пройтись по всем домам отыскать ненужные вещи продать и осуществить мечту друг потому что это вот действительно очень круто блин чуваки но нам не не хватает мне кажется вещей надо еще у кого-то брать надо кто у нас еще остался может не но можем обнаглеть и гриша это не перебор ничего не говорит не объясняет вообще ничего давайте объясним просто что типа чувак мы хотим сделать сюрприз там другу сейчас очень срочно нужно вещь продать есть какие-то лишь не получается что он тебе на подарок сам в общем а гриш ты это уже смотришь после того как мы к тебе приехали ну как говорится любишь кататься люби и зажигу товарами скидывать все погнали ну вот мы аккуратненько подошли к вопросу рака макофо не хочу сейчас 300 миллиардов раз это спрашивает почему там все согнулась не буду спрашивать а хочу задать вопрос немного по-другому и мне кажется это поможет не только людям которые смотрят и тут но которые занимаются бизнесом которые имеют свое дело которые там имеют насиженное место которое они боятся уходить как сделать вот этот шаг когда у тебя есть что-то успешное где ты понимаешь что ты сделал круто это бросить и пойти в неизвестность ради идеи сделать что-то другое не надо говорить что я бросал понимаешь дело пока я полностью не понял на сто процентов что проект жизнь youtube как он назывался заходит когда я не понял что я выбрал правильную почву для развития у только тогда когда я понял что это будет стопроцентно успешно я начал под завязывать срока макофо от которого я тогда просто уже устал я устал пранк социальных экспериментов мне уже вот здесь это сидел вот именно в тот момент но вы что-то бросать и заниматься чем-то новым категорически вот так вот не надо делать абсолютно точно всегда должен быть какой-то стратегический расчет какое-то планирование вот я человек который всегда планирует каждый шаг на ютюбе сразу вопрос когда ты про ивангая наркоману сказал не все люди на которых 18 лет сваливается такая гигантская популярность могут с ней справиться к сожалению многие начинают творить херню обидно за вами потому что вот честно лучше он дальше своих роликах кривлялся насколько ты спланировал это да суши ну у всех бывают ошибки а у всех бывают ошибки но безусловно да я не подумал в тот момент почему-то у меня я про сам проходил этот период я прекрасно у меня есть свое собственное мнение вот я хочу понять сформировался ли у тебя подобное мнение можно ли начинать дело любой дел абсолют бизнес там канал на ю тубе и так далее с друзьями к чему это приводит и в конечном счете встает ли приоритете работа на дружек у тебя был грустного куда связаны с этим у меня на самом деле опыта положительный потому что я начал делать другом и в итоге у нас как бы канал на три с половиной миллиона человек это был большой старт для моей карьеры все индивидуально опять же тут нельзя так сказать ни в коем случае не начинаете бизнес друзьями посмотри какие друзья понимаешь моряки взаимоотношения смотря как вы сходитесь во мнениях мы с гуром сходились в очень многом поэтому начали у нас получилось но не был я есть пример людей которые начинают бизнес со своей семьей вообще с родственниками чего мне кажется тоже делать нежелательно у них тоже все получается у нас были сложные моменты взаимоотношениях но мы были достаточно осознанные люди для того чтобы с этим справиться достаточно адекватный кто там здесь кто-нибудь есть все дела моя тема он будет разбирать этот момент я разберу я хочу спросить по поводу тебя и политики потому что в какой-то период я помню неожиданно для меня и для многих я думаю твоих подписчиков ты начал делать какие-то достаточно провокационные видео на своем канале относительно медведева и так далее неплохо на лыжах покатался денег много расходуем в тупую иногда просто по-дурацки ну здорово чё сказать вот что это было это было попытка просто пощупать формат либо это первый шаг в сторону вот какой-то политики в твоей жизни смотри я не буду заявлять что-то вроде нет я никогда не буду политиком но вот в данный момент у меня мера ощущения такое что ни в коем случае то есть творчество музыка да блять что угодно только не политика в нашей стране потому что это я не буду назвать это никакими словами для того чтобы потом не не упрекнули быстро фразу из контекста ну ты понял мой посыл то есть я не хочу быть политиком но хочу делать что социально полезны и для того чтобы сделать жизнь людей там всех людей или какой-то группу людей лучше для того чтобы сделать что-то хорошее положительное не обязательно сидеть государственной доме я уже там говорил на нескольких интервью что есть фонды там константина хабенского чулпан хамат вы которые занимаются прекрасными делами при этом не влезают ну как-то находится в стороне от всего этого ну вот я хочу быть таким человеком и сейчас кстати говоря у меня идет голове такое тоже очень жестко и планируя насчет как раз таки социально важных вопросов то есть что нужно делать для того чтобы кому-то помочь для того чтобы сделать какой-то положительный вклад а не только обсасывать инфоповоды и разбирать конфликты на ютюбе хайпа же это то что требует вот мое сердце моя душа потому что там многие могут упрекнуть меня в том что я там уже совершенно помешался на хайпе на заработках и так далее моим мое стремление по жизни это не строчка в списке forbes это стать какой-то вклад после себя потому что богатый мертвый человек и что теперь скажи пожалуйста токио политика ты не лезешь но если вы сейчас представилась возможность встретиться с кем-то из политиков с кем бы ты хотел ставить ну с путиным естественно с кем с кем еще зачем он единственный кто решает что-либо поэтому от него все зависит от его просто надо задавать но слушай опять же если встречаться с путиным такая значка эта мечтательная идея нужно долго думать а что у него спросить стол потому что можно много вопросов задать на которые он просто не ответит или от которых он просто уйдет поэтому тут нужно как-то будет сформулировать но было бы вот давно уже занимаюсь крайне интересно почему не только мне наверно абсолютно там просто задать вопрос этому человеку постараться получить на него ответ на этот вопрос даже я думаю не как политику его сколько три раза подряд forbes или forbes кто кто там журнал тайм тайм так самый влиятельный человек в мире вот нас 7 миллиардов и вот этот человек самый влиять мне интересно даже чтобы я почувствовал когда бы я вот находился бы рядом с ним то есть что за энергетику этого человека потому что ну чтобы про него не говорили уже на протяжении такого долгого времени заниматься тем что он руководит страной а не нужно думать что это тоже всего так вот делается как можно долго рассуждать про то какой он политик но это безумно сложно на протяжении 17 лет управлять такой стороной как россия непростой страны важный вопрос который абсолютно все попросили задать тебя угадай относительно кого я нашел это даже не истина волова примачиваю подолок это были до болезни это да это она без искуски конечно Субтитры создавал DimaTorzok Черт, Лизанка, не свети. Черт. Черт, собака лает. Свет вырвали. Блин, собака залаяла. Просто она в прошлый раз залаяла, мужики вышли. Давай быстро собирай парень отсюда нахрен. Ой, ладно, в жопу давай. Свети быстро. Ой, ладно. Здесь мужиков. Черт, чувак, это слишком классический прикур, чтоб я его не сделал. Есть? Держи, держи, держи. Все, держи. Оно в головне все. Что тут такое? Что это? Похоже на штуку, в которой специи перемалывают. Держи, для специи херня. В смысле? Ну вот, для специи. Серьезно, мы парни запрятали, значит, посылку для гусбастера. Ложку два специи. Это хуйня какая-то. В общем, ребят, я может ошибаюсь. Если вы знаете, что это такое, напишите в комментариях. Потому что у меня никаких идей пока нет. Но все равно надо с собой взять. Все, это просто так кажется. Если что, хотя бы буду петрушку далывать. Я так советно скажу, что... Привет, друзья. На улице невероятный дубак. Мы приехали посмотреть на первый лот. Жигу. Короче, Димы с нами нет. Я не могу сказать почему. Потому что это пока секрет. Чтобы не нарушать всю интригу будущих шоу. Так что мы взяли сегодня в роли оператора Асифа. Асиф Шарит Тайшков является отличным другом Грише. Так что он знает, что Грише понравится. Жигуль для Гриши. Только у нас на канале. Все по маслу. Мы фанатик боком. В принципе, у нас друг тоже любит боком повалить. Мы выбирали специальную машинку. Сударь, ну что? Тебе нравится? Да я восторжу. Вот, ребят, сорян за звук. Тут просто вьюга метели. Олени бегают. Белая медведь дожирает морского котика. Вон Санта Клауз. У меня вот днище вообще все просто промазано. Мне чисто машина визуально очень нравится. Она клевая. Мне кажется, что это как раз то, что нужно Грише. Надеюсь, что мы ее по нормальной семье возьмем, пацаны. Главное, чтобы наваливало чего. Я сейчас постараюсь по своей схеме старой отжать. Отожмем машину и... Ой, смотрите, кто у нас вернулся. Это я этот парень. Расскажите, как она? Ой, чувак. Она великолепная. Она... Она наша супер бэйба. Это Жигуар. Ха-ха-ха. 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 Нет, ну как вообще? Хороша, да? Чувак, она невероятно крутая. Ну вот я влюбился. Я влюбился. Просто ребят, я вот им доверил в первый раз осмотреть машину без меня вообще. И я вот вижу их восхищенные лица и я в принципе их понимаю. Потому что когда я покупал мустанг, что-то в этом роде было. Ты бы видел, что она вытворяет? Это просто что-то что-то такое. Опа-а! Ха-ха-ха-ха! Ох-ху-ху! Ох-ху-ху! Ох-ху-ху-ху! Берем! Берем! Причем водителя. Она заносит ее так вот так, и ты понимаешь, что тебе пиздец потом встает. Как вы думаете, какая реакция у него еще была? Да он, как обычно, расстрелялся. Что? Что надо? Мастер! Здарова! Здарова! Сейчас, я просто с мамой говорю. Мама, подожди? Мам, сейчас обезвоним секунду. Мне нет времени Объяснять. У нас есть проблемы, которые мы сейчас видим. Как делать? Что вам надо? Что происходит? Можешь не нервничать и послушать меня внимательно. Мы делаем сейчас один проект на влоге. Хотим помочь нашему другу. Для этого мы ищем какие-то ненужные вещи по квартирам. У нас мы уже нашли вещи. И хотим их продать. что у тебя есть в квартире, что мы сейчас можем у тебя сбрать. Ага. Я же говорил, что примерно такая. Вот есть реалитет. Это иксбокс. Да не-е-е-е. Ты что, серьезно? Вот эта тема. Короче, она в натуре практически новая. Дело в том, что я пытался освоить и понял, что это мега тяжело. То есть ты сдался просто. Получается так. Типа есть какие-то наушники, которыми я не пользуюсь вообще. О-о-о-о. Я заберу то, что напрямую. Это так жестко. Это так жестко. Мы просто вломились к чуваку. Забрали вещи. Ничего не объяснили. И свалили. Все диктопы. Просто. Ты видел его лицо. Это бесценно, ребята. Просто бесценно. Зато хочется увидеть его лицо, когда все-таки он встретится с тачкой, которую мы ему купим. Важный вопрос, который абсолютно все попросили задать тебя. Угадай, относительно кого. Относительно... А давайте подумаем. Относительно... Не Лена Чижовый. В точку. Нет. Другой человек. Другой человек. Ну давай, давай, руби Димон. Ну что там? Все наши готцевы говорят, как же нас достало эту тему. И все, да. И все, все ролики-то в трендах, да? А почему ты не произносишь имя? Это не Волан-де-Морт. Ее можно назвать... Это не Алексей Навальный, да? Вот это нормально. Да, Диана Шурыгина. Ну что ты хочешь спросить? Чего я еще сам не рассказал? Почему ты отказался от участия в передаче? Я рассказывал об этом, и это просто абсурдно. Ну то есть парень на свободе. Вот сейчас мы выясняем, что он уже не на свободе, а под домашним арестом, но на тот момент, когда он отказывался, все, он вышел, все в порядке. Финита ли комедия, история завершилась, а что еще обсуждать? То есть я посмотрел эфиры, и я поблагодарил Господу Бога, что я там не оказался в итоге, потому что это пиздец. Ну вот по-другому не назвать. Они просто сидят, орут. Вся эта программа ради тебя, а ты поехала выбирать платье, и ты его взяла заем. И справляться с проблемами с голосом, потому что простуженная Диана. И самое тупое, что в нашей жизни есть, это вот наблюдать за людьми, которые что-то очень эмоционально обсуждают, но при этом абсолютно безрезультатно. Это жалкое зрелище. Жалкое зрелище, когда что-то кто-то говорит, воздух затрачивая такое огромное количество энергии. Вот я пожалел свою энергию для того, чтобы просто не сотрясать этот воздух, пытаясь непонятно что изменить. Вот сколько бы они там не обсуждали, сколько они на детектор бы кого не сажали, все, ничего, блядь, не изменится. Ничего. Вообще. Вообще, блядь. Что ты скажешь по поводу скриншота с режиссерского пульта, где пусть говорят с Николаем Соболем, что это такое? Какое пусть говорят с Николаем Соболем? Давай вот сейчас без улыбаний своих, а то как Путин будешь уходить от ответа. Давай без улыбки, без всего. Что это такое? Это какой-то проект готовится. Давай инсайдерскую информацию. На стол выкладывай, на колено вот прям вот сюда. Буквально три или четыре недели назад поступило предложение. То есть позвонили и сказали типа... Короче, Борисов, который заменил Малахова, он не тянет рейтинги. То есть на него не так интересно смотреть. Им нужна свежая кровь. Причем свежая кровь из интернета, из тех людей, которые уже однозначно эти рейтинги покоряют. Поступило предложение, и я подумал, почему бы и нет. Ну это пиздеж. Ну то есть... А, ты сейчас... О, сука! Я думаю, ни хера себе! Вот это материальчик. Так, ребят, кто монтирует этот выпуск? Нам нужны тоже рейтинги. Вот эту фразу в самое начало ролика запихните. Коля Соболев идет ведущим на Пусть Говорят. Да, блядь! Да. Что это такое? Это утка? Да я понятия, блядь, не имею. Увидел этот скрин, думаю, ну кто-то сделал скрин, наверное, с моим именем. Ну нет, это неправда, неправда. Они еще не дошли до этой гениальной мысли меня позвать. Ну как бы лопухи какие-то серьезные. А если бы позвали? Я бы подумал, попросил бы бабла. И постарался бы сделать из этого шоу не то, что они делают. То есть, как бы, я не знаю, насколько сильный вклад в передачу и в ее позиционирование может ведущий этой передачи как-то привнести. Я не знаю. То есть, может быть, нет такого, что тебя зовут вести передачу, ты можешь сказать, мне вот это не нравится, это не нравится, можете с каждой где-то нахер. То есть, как бы, мы тебя позвали ведущего, вот ты веди, если что-то не нравится, ты не ведешь. Но я сделал бы все от себя зависящее для того, чтобы сделать передачу более благородной. Как сделать хайповый видос на YouTube? Расскажи рецепт. Пять правил, блин. Пять шагов. Парни записываем. Что же мы не... Нет никаких формул, шагов, правил, ничего нет. Абсолютно главное быть открытым, искренне монтировать ролики динамично, чтобы никто не засыпал. Поставить свою речь, если формат разговорный. Стараться, что самое главное. Знаешь, как Дудь говорил, вот он всегда готовится к интервью. Он изучает все о своем оппоненте. Вот. Когда ты готовишь какой-то материал, ты должен изучить о нем все. Ты должен найти что-то интересное. Ты должен подумать, а кто твоя целевуха. Потому что вот я, например, когда делал каждый видос, я представляю себе в голове, как этот видос будет смотреть кто-либо из моих знакомых. Или ты, Дима Масленников, или там, не знаю, Кирилл, оператор наш прекрасный. То есть я представляю себе разных людей, которые сидят и смотрят этот видеоролик. И думаю, вот понравился бы этот видеоролик Диме Масленникову. Что ты пиздишь, если так не делаешь? Ха-ха-ха. Нет такого, что он перед выгодкой такой садится. Нет, понравится. Я действительно... Сейчас это уже подсознательно, интуитивно происходит. Но, когда я писал первые сценарии, я прямо много раз их перечитывал. И прямо думал, а вот интересно ли это? Вот было бы мне, ладно, интересно вот это слушать и читать. Вот в таком формате. Всегда нужно смотреть на свою работу со стороны. И это большой скил. Потому что многие смотрят на себя с разином-то ртом, им нравится все, что они делают. И они не могут самокритично оценить свою работу. И в итоге выходит какой-то триндец. Ты смотришь и думаешь, вот как человек не видит, что это хуйня. У меня на влоговом канале, а это выйдет на влоговом канале, я не представляю, как это. Понимаешь, в перемешку со влогом. Мы сейчас там где-то в лесу с Даником мерзнем. С другой стороны, мы воплощаем мечту друга, покупаем машину. Это все вперемешку будет. Это будет громадный ролик. Давай подумаем, как вот назвать его так, чтобы он зашел. Да какая раньше у тебя Соболев интервью дает? Что Соболев? Просто Соболев и? Соболев и Соболев, напиши. По-прежнему, достаточно кликбейтное название. Соболев ведущий, пусть говорят. Соболев новый ведущий, пусть говорят. И вот сначала сразу ставят Соболев. Соболев новый ведущий, пусть говорят с Дианы Шурыгиной Семенова посадили. Вот так. А на превью что мы поставим? Мое лицо очень крупно. Так. Вот так вот. Знаешь, как в книге. Ага. Вот так. Большой лицо. Вот здесь Даник. Покажи, вот здесь. А, так. Вот здесь чуть больше ты. Это иконостас получается какой-то. А ты все понял, к чему я веду? Нет, просто это... Давай, значит, новый ведущий, пусть говорят, давай вот сделай вот сугубо, значит, грустное лицо. Вот такой, как ты вот во влогах Муратаева делаешь постановочный. Вот давай. Вот все. Ты грустишь, смотришь куда-то вот либо в камеру, либо на меня. Вот, отлично. Мы подрисовываем слезы, немного вот небритость. Все, вот ты забухал давно. И я вот, я сяду, вот такой, типа... Как мне лучше сесть? Вот как думаешь? Просто вот что? Я, типа, слушаю уже. Как бы... Я обычно на превьюшку все делаю. Вот так вот. Да, да, да. И все, там все-все-все-все заходим. Я просто беру старые фотки ставлю на превьюшку. Все заходят. И я сяду вот крайне вот так, типа, я решаю этот вопрос. Коль, спасибо тебе большое. Это было невероятно приятно. Надеюсь, получится Никол. Ребят, спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Это было невероятно прекрасно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии о Николае Соболеве. Особенно приветствуются юморные стишки и частушки. И комплименты. Ребята, вообще понимаете, что вот-вот мы осуществим мечту Гриши. Мы купим ему тачку, о которой он так долго мечтал. И для этого нам надо взять и продать все наши ненужные вещи, которые мы нашли у нас по квартирам. И в этом нам поможет приложение Авито. Потому что у него появилась какая-то фантастическая, невероятная, классная функция распознавания предметов. Помните, как раньше это было? Фоткайте все на фотоаппарат. Выкладывайте это на компьютер. Вбивайте название и так далее. А сейчас все просто. 21 век. Ё-моё. Берете предмет. Вот в нашем случае это GoPro. Заходите в приложение Авито. Разместите объявление. Выбираете категорию. Фоткайте предмет. Ё-моё. Всё, пап, пока. Я приеду, чем дальше. Это бесценная информация. В общем, вы берете сфотканный предмет, нажимаете далее, и он сам распознает, что это за предмет. Вам остается только вынести стоимость. Сколько? Сколько это GoPro стоит? Десяточку, я думаю, накинем. Десяточку. Извини, я на нее снимал Гусбастер. Чего? Она бесценная, реально. Она просто бесценная. Нажимаете. Нажимаете далее, и всё. Выкладываете этот товар. Кстати, ребят, по секрету это не единственный бонус. Спасибо. Ребятушки. Мы подготовили каждому предмету по фотографии с кадрами из наших влогов. И на каждом мы лично распишемся. Пахнет. Прикольно. Ребят, вот и всё. Ой, ё-моё. Вот и всё. Все наши вещи уже на Авито. Через неделю мы покажем результаты наших торгов. И вы увидите, как мы осуществляем мечту Гриши и покупаем этот Жигуар. Жигуар, да? Жигуар. Жигуар, да. И также мы предлагаем уже вам поучаствовать в челлендже от Авито. Выкладывайте в свой профиль Авито максимальное количество ненужных вещей. Оставляйте на него ссылку в комментариях и напишите в комментариях также свою мечту. Мы выберем самую лучшую и поможем вам распродать все ваши предметы и осуществить вашу заветную мечту. Это круто. Всё. Бам, бабочки, 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 бабочки. Надеюсь, мы всё продадим. Чувак, я тоже, но тачка просто невероятная. Бомба. Будем молить боком. Будем! Да! Причем, блин, эмоции. Брат, надо брать по-любому. Короче, чуваки, мы постараемся за неделю набрать нужную сумму и через неделю подарить Грише эту тачку. Я надеюсь, что у нас всё получится. Смотрите, не пропускайте. Реально будет жарко. Б Ретоблины Сберна, Брин. Еще есть. Дорогие подписчики, если вы всё-таки что-то прячете, вы всё-таки пишите, что это. Не, я не скажу, что ... Я так с ним свято скажу, что... Иди сюда, мудак! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еб твою мать, блядь! Соль, беги! Соль! Блядь, они бегут дальше, что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам ночная физкультура? Да пошли отсюда скорей, придурок! Блядь! Сука! Это был пиздец! Че, сдох, что ли, блядь? Я по снегу шел, вот, на колено, все! Он уебывать начал! А ты че, за мной не побежал? Мы по дороге шли! А ты начал чисто, блядь! Я вообще на срать богу приходил бежать, понимаешь? В сторону машины главное! Сударь красавчик! СМЕХ СМЕХ Просто, вы понимаете, что чувак, вместо того, чтобы побежать по дороге, побежал через лес? Ты понимаешь, что я мог еще немножко, и ты вжать до того места, где меня закапывали, блядь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, ребят, в любом случае, спасибо вам за это приключение! Я надеюсь, что герои, которые оставили нам эту посылку, все-таки отзовутся, напишут, что это такое, потому что я не понимаю вообще! А ты прикинь, я сейчас их хирую, если это эти охранники положили и прислали! А я тут диван снимал когда-то, давай попробуем! Ладно, все, рубите камеры, поехали, дать! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...